И всем привет, друзья, с вами Кратофан. И сегодня я покажу, как построить очень крутую и довольно простую ферму железа в Майнкрафте 1.17. Она будет вам приносить около полутора тысяч железа в час, что очень много. Но перед началом просмотра обязательно подпишись на меня и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также хочу передать привет Никите. Но если ты тоже хочешь, чтобы я тебе передал привет, то просто пиши креативный комментарий, и возможно именно ты попадешь в следующее видео. Но мы начинаем! Для строительства этой фермы вам нужно будет довольно много стекла, около стака строительных блоков, много полублоков, много оград, много обсидиана, 20 воронок, 8 любых люков, 1 любая дверь, 9 любых табличек, 2 сундука, 12 кроватей, 12 жителей, 1 разбойник, любая бирка с любым именем, песок душ, вода и лава. Мы все это берем и приступаем к постройке. Для начала нужно будет определиться с местным строительством, потому что эта ферма будет занимать около чанка места, но не прямо на земле, а в воздухе, где-то в 20 блоков от земли. Поэтому давайте мы с вами включим на F3 плюс G показ чанков и будем строить эту ферму именно по чанкам. Смотрите, вот у нас есть наш чанк, который довольно чистый. И давайте как раз таки здесь и будем все это дело строить. Переходим в один из углов данного чанка и отчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и на 8 блоке, давайте здесь поставим контрольный блок, чтобы просто от него отчитывать. Далее здесь считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и на 8 блок ставим блок. Этот мы можем сломать, а здесь мы продолжаем строить. Смотрите, это практически середина данного чанка, правда здесь середина у нас 2 на 2 вот такая вот, но в общем-то здесь мы давайте эти 3 блока сломаем и оставим вот этот вот только самый угловой. И строим здесь еще 19 блоков таким образом, чтобы получился столб в 20 блоков. И вот такой столб у вас должен получиться. Далее, не выключая показ чанков, мы с вами строим в ближайшую сторону, то есть смотрите, здесь у нас 7 блоков до края чанка, здесь также 7, здесь 8, а здесь 8. Поэтому давайте где 7 блоков мы здесь поставим 6 блоков и на самый край чанка поставим обсидиан. Это мы можем пока что сломать и далее смотрите, мы здесь достраиваем, получается что все из обсидиана. На углах, кстати, мы можем поставить обычные блоки, с другой стороны, с правой мы здесь не доставляем 2 блока, на углу мы ставим обычный блок и далее заворачиваем таким образом, чтобы здесь у нас оставалась дырка в 1 блок. Далее смотрите, мы здесь с вами ставим, 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 ставим блоки и также не доставляем 2 блока. Тут нужно будет поставить угловой и здесь опять же заворачиваем обсидианом. Потом уже мы с вами доходим прямо до края этого чанка, вот смотрите, здесь у нас блок и здесь заворачиваем. Это мы делали для того, чтобы вот этот вот столбик оказался в середине данного квадрата. То есть еще раз давайте посмотрим, здесь у нас вплотную к чанку, здесь вплотную, здесь один блок расстояния, здесь также один блок. Далее показ чанков можем выключить. Далее нужно будет сформировать рамки для порталов. Для этого мы переходим в один из углов, ставим здесь 1, 2, 3 и 4 блока, ставим еще один блок и таким образом делаем первую рамку для портала. Вот смотрите, то здесь еще 1, 2, 3, 4 и доставляем сюда один блок. Раз, портал готов, делаем так же со всеми остальными сторонами. Потом обязательно нужно будет сверху поставить полублоки, чтобы тут в последующем не спавнились железные големы. Они будут спавниться где-то около порталов и сразу же телепортироваться в ад. А если мы не поставим эти полублоки, тогда они будут спавниться еще и сверху, поэтому обязательно ставим сверху полублоки, чтобы тут никто не спавнился. Потом перелетаем во внутреннюю часть всей этой конструкции, ставим здесь блок и на верхней части вот этого блока ставим полублок, это можем сломать. И далее просто ведем здесь такую рамочку, если это можно так назвать. В итоге должно получиться как-то вот так, такой вот квадратик в квадрате Далее опять же перемещаемся во внутреннюю часть всей этой конструкции и берем стекло Нужно будет поставить сюда стекло раз, потом здесь раз, два, три ставим Таким образом тут получается 4 стекла Далее здесь нужно будет уступить 3 блока, поставим здесь стекло И опять же раз, два, три Получается здесь 4 блока и тут 4 блока, тут у нас дырка Так нужно будет делать со всех сторон, то есть здесь 3 достраиваем, здесь 3 у нас промежуток Здесь ставим еще раз, два, три, четыре И так делаем с других сторон Вот что у вас должно получиться, и далее нужно будет все это дело завершить, еще два слоя сделать, только уже не учитывая эти дырки, а сразу же их заставлять, то есть смотрите, вот у нас первый слой, вот он такой у нас получается, и делаем такой еще третий, и наконец четвертый. Затем перемещаемся к одной из сторон, с внешней стороны, ставим здесь блок, а вот здесь полублок, блок ломаем, полублок, кстати, мы ставим на верхней части блоком, и таким образом здесь доводим до самого конца нашего портала, где будет находиться сам именно портал, а не рамка. То есть вот рамок никак эта штука не касается, и так делаем со всех сторон, давайте еще раз повторим, здесь ставим блок, здесь полублок, и доводим до самого конца портал, то есть до сюда. Далее переходим к одной из сторон, здесь ломаем раз, два, три блока в самом центре, тут нужно будет поставить раз люк, и открыть его, и также второй люк открытый, и то же самое делаем со всех других трех сторон, тут здесь ломаем три блока, ставим люк раз и два. Потом опять же переходим к одной из сторон, ставим здесь на обсидиан раз, два, три, четыре блока, затем берем стекло, и делаем такую платформочку три на три из стекла, эти блоки мы можем сломать, а на этой платформе нужно будет поставить три кровати, давайте я их возьму, ставим следующим образом, вот так вот, и третью вот так. Затем мы берем полублок, ставим вот здесь вот, и стеклом, здесь ставим раз блок, два, потом нужно будет сделать такую вот здесь окантовочку, следующим образом, и сверху ставим полублоки, смотрите, вот так вот, так вот, и здесь тоже не забываем, чтобы жители просто не упали. Теперь сюда нужно будет привести целых трех жителей, как это сделать? При помощи, допустим, вагонеток, то есть вы ставите здесь такие американские горки, сажаете жителей на вагонетку, и сюда вот его приводите, раз, два, и также три. Теперь абсолютно то же самое нужно будет сделать с оставшихся трех сторон, давайте еще раз это повторим, ставим здесь раз, два, три, четыре блока, затем сюда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять стекла, это можем сломать, потом ставим кровать, раз, два, и также три, здесь ставим полублок, здесь раз, два стекла, делаем окантовку из стекла, сверху ставим окантовку из полублоков, и теперь сюда приводим раз, два, и трех жителей. И вот, что у вас должно получиться. Затем надо будет уже активировать, наконец-то, один из порталов. Допустим, давайте вот этот. Вот у нас отлично поджигается. И теперь переходим в ад. Вот мы здесь. Теперь надо будет немножко расширить данный портал. Для этого мы давайте сломаем вот эти вот блоки. И здесь застроим еще вот такую штуку, чтобы получился портал 3х3. Затем давайте с этой стороны мы поставим дверь. Вот таким образом, чтобы она была вплотную к порталу. И начнем обстраивать его оградами. Смотрите, вот задняя часть полностью обстроена. Далее не забываем про углы вот эти вот. Здесь также все обстраиваем. И это обязательно нужно будет сделать, чтобы тут никогда не заспавнились големы. Иначе просто может все поломаться. Далее мы с этой стороны также все обстраиваем. И должно получиться вот так. Потом мы достраиваем здесь еще раз, два, три блока. Здесь также раз, два, три. И вот тут соединяем. Потом нужно здесь будет выкопать такую небольшую ямку. Копаем здесь раз, блок, два, три. И так здесь нужно будет все-все-все раскопать, чтобы продолжить строительство. Ну вот, я это и сделал. Теперь нужно будет продолжить вот эту вот ограду, здесь ставим раз-два-три блока, и так в общем-то делаем по всему этому периметру. Потом прыгаем в эту яму, копаем здесь раз-блок, два, потом три, четыре и также пять вот так вот слева. Мы берем сундук и воронки, сундук нужно будет поставить вон туда вот как раз в угол, и еще второй вот сюда, так чтобы они кстати соединялись. Потом пока что ставим здесь раз-воронку и также два-воронку. Теперь нужно будет раскопать здесь еще один слой, то есть вот так. И нужно теперь будет заставить все это дно воронками, как это сделать, давайте мы здесь немножко раскопаем, чтобы было удобнее ставить. Ставим смотрите раз-два-три, обязательно чтобы эта третья штука была под оградой, иначе может просто какой-то из желез не собираться. Далее давайте здесь вот так все поставим, обязательно под оградой ставим воронки, опять же чтобы все-все-все собиралось. И у нас получается так, что все дно уставлено воронками, и они все ведут в сундук. Теперь прыгаем опять же в эту яму, и нужно будет взять таблички абсолютно любые, поставим здесь раз-табличку, два-табличку, три, также четыре сюда, сюда пятую, шестую. И в общем-то так усилаем все дно девятью табличками, чтобы тут у нас лава, которая будет здесь находиться, не проливалась на воронки. Потом берем ведро лавы и разливаем его прямо посерединке, вот здесь. Далее перемещаемся к задней части нашего портала, здесь находится дверь. Она здесь стоит для того, чтобы мы смогли телепортироваться через данный портал обратно к тем порталам, просто для удобства. Далее давайте мы здесь раскопаем такую небольшую ямку, чтобы она вела прямо к этому двойному сундуку. То есть мы такие здесь телепортируемся, приходим сюда, хоп, спускаемся и забираем все железо. Кстати, здесь у нас три таблички. Ну и в принципе практически вся ферма готова. Давайте переместимся обратно. Мы переходим к нашему столбику, который мы строили в самом начале. Ломаем здесь блок, и тут нужно будет поставить песок душ. Затем берем стекло, ставим здесь две штуки, здесь две штуки, здесь две штуки и здесь две штуки. Эти два блока мы ломаем. Затем берем воду, разливаем ее прямо над песком душ. Вот таким образом. Потом нужно будет взять разбойника, сюда его привезти, чтобы он купался прямо в этой воде, и называть его обязательно биркой, чтобы он никуда не пропадал. Иначе просто через время эта ферма перестанет работать, что нам вообще не интересно. Потом сюда ставим два любых строительных блока, и нужно будет поставить здесь вот на верхнюю часть второго блока полублок. Потом эти блоки мы ломаем. Затем этот столб мы можем сломать, начиная со строительных блоков вот этих вот, перемещаемся в самый низ. И здесь снизу нужно будет поставить еще один портал, для того, чтобы нам было просто удобно перемещаться для сбора железа. Вот у нас здесь портал, и активируем его. Ну и все, ферма готова. Осталось только дождаться первой ночи, тогда жители поспят, и ферма активируется. Давайте мы сейчас это симулируем. Вот таймсет 16 тысяч, и сейчас они все лягут спать. Но они не ложатся спать, а все почему? Потому что их пугает данный разбойник. И смотрите, вон уже наши големы спавнятся, только мы кое-что не учили. Надо было еще активировать все эти порталы. Вот раз портал, два портал, и также третий портал активируем. Все, теперь все эти големы будут туда тпхаться. Там они уже будут попадать в ту лаву, и соответственно умирать. Давайте мы на это посмотрим. То есть просто перемещаемся в ад, и вот смотрите, големы здесь уже горят. Это означает то, что ферма работает. И как я уже говорил в начале, эта ферма будет приносить вам около полутора тысяч, если даже не больше железа в час. Я считаю, этого будет достаточно вообще даже на любом выживании. Даже с каким-нибудь индустриал крафтом или подобными. Ну а с вами был Кротофан. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok